называется и снова здрасте и снова мы сегодня у нас 9 января 2022 года воскресенье первый день соревнований галилейский карп 2022 6 утра я отправил командам сигнал о том что соревнования начались и команды начали ловить рыбу и в принципе начали ловить на вечернее взвешивание те кто следит за таблицами и за сайтом или за фейсбуком они уже видели что у нас семь команд в принципе это я саша семь команд у нас остались пока без рыбы всего 43 карпа была сегодня поймана и общим весом 76 килограмм приблизительно пока лидирует западный берег пляж сын баре команда wild carp у них 20 килограмм почти 13 рыб молодцы плющат следующий за ними идет команда наших румын помпи они на пляже северный завший тим после них идут карасики на дугит то есть в принципе достаточно предсказуемо кроме того что почему-то молчит омном мы не знаем почему он молчит прошлом году очень плохо работал но может быть потому что прошлом году был другой ветер и волна может быть это как бы как-то меняла ситуацию не знаю завтра нас понедельник завтра я собираюсь начать свою стандартную работу по ведению прямых эфиров и секторов команд начну я с северного шиза фаши тим и после них я хочу съездить на цен баре если все удачно сложится и я вернусь не убитым тогда может быть еще заеду на амном тем более нам туда сквозь кем по дороге в общем-то все команды довольны потому что разбивка секторов занималась серьезная группа самих спортсменов заинтересованных результатов поэтому они для себя сказать выбрали самые лучшие сектора из тех что были на кино и роте на сегодняшний день так что теперь все зависит только от них работать работать еще раз работать что еще как бы сегодня было интересного особо ничего потому что погода была хорошая обычно у нас движуха начинается когда начинается ветер когда возникает проблемы с хранением рыбы в мешках тогда судьям приходится действительно шевелить булками и бегать туда-сюда сейчас еще из-за того что команды очень удобно расположены и с точки зрения судей попадать к ним стало проще и во многих местах можно подъехать судьи могут подъехать просто машина это тоже очень сильно облегчает жизнь судейскую вот единство что морчает судейскую жизнь это чрезмерное питание вот потому что когда мы с кешей как бы занимались руководством и кормлением судей они у нас были стройные как лани а сейчас по моему суде к концу соревнований наберут лишних 5-6 килограмм и это несмотря на то что приходится достаточно серьезно работать как бы никто из судей обычно днем не спит как это бывало когда-то в прошлом все чем-то заняты потому что работу можно найти всегда и всем товарищи прапорщики это хорошо знаю мы сейчас делаем подсветку вот так вот такой светящийся что у нас все было интересного да нет как бы ничего я занимался обработкой фотографий естественно фотографии поступают огромное количество со всех фотоаппаратов телефонов только угодно только успевая их обрабатывать и запихивать на фейсбук и на форум везде где только можно тут мне пообещали что должен приехать какой-то из ближайших дней какой-то очень серьезный журналист из газеты арец который хочет взять какую-то очень большую серьезную статью на наши соревнования не знаю посмотрим меня попросили его сопровождать ну это всегда так всегда просят меня быть гидом и мне это очень сильно выбивает из графика потому что только ты настроишься пойти в какой-то сектор сделать эфир и поснимать команду тут приезжает какой-нибудь очередной оператор с камерой и начинается пошли туда снимем там встаньте так встаньте так а что вы думаете что вы не думаете то есть я конечно понимаю это все очень нужно это по-любому реклама нашего движения и она как бы приобретает все большую известность в израиле но вы понимаете да когда ты настраиваешься на что-то тебе вот так вот посреди работы выдергивают это очень-очень мешает жить так что в общем то все день закончился судья думаю уже пора им разглядаться и ложиться спать там завтра вставать рано в 9 часам суде должны будут уже выехать у меня большая просьба ко всем командам напрягайтесь давайте ночь это хорошее время очень бы хотелось чтобы утреннее взвешивание завтрашние очень сильно изменил эту таблицу по крайней мере те команды которые пока еще без рыбы поймали бурное общение в чате потому что тут мне было вообще предложено сказать командам те команды которые рыбы не поймают я к ним вообще не приду снимать их не буду поэтому давайте народ хотите засветиться своими мордами вот конечно не те кто сказал что он на больничном такие у нас варианты тоже есть тепло я заболел а тут бац его морда на весь фейсбук довольно следите за опять же со фейсбуком за нашей странице на фейсбуке клуба и софиш там я публикую отчеты туда я загружаю фотографии это достаточно быстро это удобно все-таки форум нас достаточно древний и поэтому туда загружать фотографии намного сложнее чем чем на фейсбук потому что там целая длительная процедура какого они должны быть размера и куда я надо загрузить все-таки форум это платформа созданная любителями он как бы бесплатный а фейсбук это очень серьезная вещь так что господа завтра я думаю если судьи в девять выйдут то наверное где-то ну не раньше 12 дня может быть и в час будут протоколы пожалуйста не гоните не подгоняйте меня где протоколы где протоколы потому что не забывайте команды по всему кино и руту расстояние между некоторыми командами там чуть ли не по 15-20 минут только езды на машине а надо еще пройти оси вот какого команда wildcarp и будут пару еще таких команду которые будут 13-15 рыб например вы понимаете на одну команду там запросто уходит по 30-40 минут поэтому пока судьи все сделают почему-то мая очень как бы вот они мая так мы это был бы был вариант с в свое время миши улицкого насчет того чтобы те судьи которые закончили какую-то зону чтобы они не ехали в лагерь а ехали в ту зону где находится еще судьи которые чем не успели за зону сделать это реально очень помогает и ускоряет процесс потому что например если суде застряли в каком-то секторе а им еще три-четыре сектора нужно сделать а другая команда в этот момент уже освободилась она может приехать на этот берег и с другой стороны пойти навстречу как бы делать смычку в каком-то месте это реально намного быстрее чем если команда закончившая просто поехала отдыхать лагеря 2 об этом их тело пытаясь взвесить всех остальных и вы же знаете как часто бывает что ты только взвешиваешь рыбу ты закончил взвешивать команду начинаешь от него отходить а у него поклевка и ты опять возвращаешься обратно взвешиваешь только отходишь а у него поклевка такое бывает очень часто и бывает человеком судейская команда застревает надолго поэтому не подгоняйте не меня не мою никого мы не пытаемся спрятать от вас протоколы все протоколы говорится момент когда проводится последняя сортировка через пару минут после как проверяется протокол вместе с судьями и с другими участниками чтобы не было никаких ошибок он тут же публикуется поэтому все будет наберите терпения и следите за моими небольшими отчетиками которые от диски публику товарищи спортсмены могут пообщаться и между собой лично не только в чате этой трансляции так что всем спасибо командам беспокойной ночи не хвостанье чешуи давайте пошите и ждите нас завтра всем спасибо до свидания а а а а а а а и Продолжение следует...